Первая научно-практическая конференция «Развитие Арктики. Новый вызов развития медицины» прошла 23 апреля в Москве. В ней приняли участие специалисты в области медицины Союзного государства. Я уже говорил о том, что у нас, безусловно, имеются очень серьезные достижения, однако в вопросах изучения особенностей здоровья населения регионов Крайнего Севера, особенностей воздействия неблагоприятных климатогеографических факторов на здоровье населения в этом регионе, Тем не менее, сейчас происходят существенные изменения климата, которые требуют новых, очень комплексных и серьезных научных исследований, освещенных этому вопросу. Арктика – особая среда, требующая особого внимания медицинского сообщества. Эта конференция – первая конференция, которая даст старт следующей серии конференций, которые выработают тактику и стратегию развития медицины в условиях Крайнего Севера и, конечно же, потребуют создания новых клинических рекомендаций и стандартов по ведению пациентов в условиях Крайнего Севера. На конференции говорилось, в частности, о мерах профилактики наиболее актуальных для региона неинфекционных заболеваний. И вот такое содружество врачей разных специальностей, ученых, педагогов, которые собрались сегодня на данной конференции, оно очень важно, оно актуально. И я бы хотела пожелать только дальнейшей реализации, воплощения наших наработок и пилотных проектов в практическую плоскость российского здравоохранения. В докладах, представленных на конференции, нашла отражение также специфика развития различных заболеваний на территориях Крайнего Севера. Я особенно сегодня такое тщательное представила изучение вопросов эндокринного характера, которые также имеют очень серьезные изменения в условиях холода, в условиях Арктики, в условиях, когда меняются и циркадные ритмы, меняются инсоляции, меняются очень многие чрезвычайно важные внешнесредовые факторы, которые определяют работу нашего организма. Одна из главных проблем, влияющих на самочувствие людей, живущих в условиях Крайнего Севера, это проблема сна. Действительно, мы знаем, что солнце является главным регулятором выработки мелатонина, гормона ночи, который определяет качество ночи, качество сна. И поэтому мы знаем, что состояние сна, оно определяет не только самочувствие человека, его здоровье и его долголетие, но и определяет во многом соматическое и психическое здоровье. Поэтому проблема с точки зрения здоровья человека в условиях Крайнего Севера, с точки зрения нарушения сна, она является наиболее актуальной. И внимание врачей, которые работают с населением в этих регионах, должно быть привлечено, прежде всего, к этой проблеме. В сфере медицины союзное государство уже реализует и финансирует ряд программ, среди которых программа для детей с искривлением позвоночника, а также программа по ДНК-идентификации, разработанная по инициативе Министерств здравоохранения и Следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь.